всем привет сегодня мы узнаем как сделать подобные графические эффекты и как их перенести с одного проекта в другой открываем наш проект добавляем видеофайл перетаскиваем на монтажный стол как видим никаких эффектов нет импортируем нашу заготовку сейчас мы узнаем как появилась подобная заготовка и как ее сохранять вот наш готовый проект эффекта сохраняем как придаем любое имя и сохраняем в нужной папке готово теперь можно его импортировать в другой проект вот только что сохраненный проект мы добавили в нынешний проект вот что сейчас у нас добавили импортированный так сравним вот сейчас импортированный также мы можем добавить другой эффект подобным образом сохраненный перетаскиваем импортированный файл смотрим вот как-то так все это и делается продолжим нашу работу и перетаскивал на монтажный стол я специально стрелочками медленно проматываю что было видно что у нас в данном пакете эффектов что мы можем сделать что у нас в этом пакете здесь у нас есть квадратик изготовлены из цветной заливки с измененным размером также мы анимировали кадрирование crop вот как видно в середине у нас квадратик как бы исчезает этот инвертированное кадрирование следующим здесь у нас белый квадратик абсолютно те же самые действия цветная заливка масштабирование crop плюсом вращение добавлено здесь мы видим еще плюсик плюсик создан из двух прямоугольников которые изготовлены точно с таким же принципом то есть это изменение масштаба размеров плюсом мы применили кадрирование ну и второй прямоугольник мы просто на 90 градусов повернули вот видно таким способом мы получаем наши плюсики далее у нас есть окружности как же мы получили окружности все на самом деле тоже предельно просто это та же самая цветная заливка который мы применили эффект виньетка виньетирование два раза один на основную форму второй на внутреннее вырезание окружности хорошо повторим наши эффекты по возможности сейчас здесь мы создаем цветную заливку для создания квадратной формы мы изменяем размер x так и ошибся нет не туда применил изменение размера так выбрали наш объект и изменили масштаб пятьдесят шесть по иксу далее добавляем crop кадрирование здесь я выставляю сто процентов по всем сторонам задаю включи анимации для плавности делаем без е сдвигаем на определенное количество кадров и задаем новые ключи как мы видим наш квадрат стал анимирован когда добавляем галочку инвертировать мы видим что наш квадрат изнутри из как бы исчезает обрезается далее добавим трансформацию так немножко запутался так сдвинем анимацию изменим масштаб анимацию они там так добавим новый эффект трансформации здесь изменим масштаб почему я делаю здесь если бы в другом месте трансформировать вдруг в другом эффекте трансформации там будет искажение не то что нам надо теперь мы видим как у нас появляется и изнутри исчезает квадратик мы можем это скопировать так задаем плавную анимацию немножко подкорректируем да можно еще придать вращение как я ранее говорил его анимировать так не в ту сторону да ну пусть будет так также мы можем сделать анимацию цветной заливки то есть чтобы у нас менялся цвет как видим я добавил ключи на красный цвет и также добавил ключ на белый цвет данную цветовую заливку мы можем скопировать со всеми эффектами добавить и изменить я так думаю что принцип понятен мы меняем положение меняем масштабирование здесь я немного уменьшу так опять же неправильно пошел немного добавим трансформацию изменим масштаб мы видим что у нас так вот получается давайте поменяем уберем вращение то есть сбросим на 0 как видим второй квадратик у нас теперь не вращается также поменяем цвета пускай будет зеленый а второй цвет будет допустим оранжевый вот работает так теперь добавим окружность то есть также добавляем цветную заливку к ней применяем эффект виньетирование в стилизации находим винирка убираем мягкость ставим галочку циркл окружность и смещаем на 5 пикселей в сторону это баг программы то есть окружность у нас почему-то чуть-чуть отстоит в сторону ну теперь зададим анимацию масштабирование окружности да не забыл плавность выбираем наши ключи и делаем функцию без е то есть плавное движение добавляем еще один эффект виньетка ставим окружность циркуль циркул убираем плавность смягчение краев и ставим инвертировать как видим наша окружность пропала почему потому что у нас она обучилась изменяем масштаб нашей виньетки делаем ключи и мы видим что нашего читания немножко стоит поменяем положение и все как надо работает отлично для более плавной интересной работы подкорректируем анимацию обеих виньеток то есть сделаем зададим нужное положение начало и конца анимации их передвинем некоторые ключи и получим то что нам требуется чтобы не так резко исчезала наша окружность изменим размер второй виньетки ну теперь более плавно все работает далее также можно скопировать нашу окружность и применить к ней изменения пускай она будет белая изменим масштаб положение посмотрим так сместим еще в сторону хотя бы вниз еще ну вот как то так работает да вот у предыдущего эффекта я изменил масштаб а не сбросил ну это не страшно в принципе работа понятно как все делается конечный файл я отправляю на экспорт ставлю 5 всем спасибо за просмотр всем хорошего видео монтажа счастливо а что все и и Продолжение следует...